Всем здравствуйте, меня зовут Южиков Антон, и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос первый. Здравствуйте, Антон, расскажите, пожалуйста, больше о умдеканате тестостерона. Как долго держать, как долго держится, как часто надо, сколько, с вашей практики, думаю, есть данные. Какое самочувствие от него влияет, влияние на кровь и тому подобное. Хочется реже колоть и меньше побочек. Все в разрезе ГЗТ. Тестостерон умдеканат – это на данный момент самый длинный эфир из существующих. По сути, из максимально доступных препаратов мы условно их можем поделить на три категории. Это быстрые, длинные, как правило, и умдеканат – это самый длинный эфир. Соответственно, быстрые эфиры – это тестостерон пропионат и тестостерон фенилпропионат. У тестостерона период по поведению около 48 часов, скажем так, плюс-минус. У фенилпропионата чуть дольше, по-моему, до 72. Но, по сути, мы, как правило, колем пропионат через день. Фенилпропионат раз в три дня. Что касательно энантата и цепианата, у них более длинные периоды поведения, около 5-7 дней. Но, в идеале, мы их ставим два раза в неделю. Для того, чтобы достигнуть максимально ровного фона. Потому что у энантата с цепианатом все равно такой более ярко выраженный пик. На второй, третий день и, соответственно, к шестому-седьмому дню этот пик очень сильно уменьшается. И мы видим, что на второй день после инъекции мы можем иметь там типа 40 наномоль. Тогда как на шестой-седьмой это уже будет 20. Вот для того, чтобы избежать вот этой разницы в два раза, энантат и цепианат мы делаем два раза в неделю. У эндеканата самый длинный эфир, у него период поведения там от 12 до 14 дней, по разным данным. Но суть в том, что он намного длиннее однозначно, чем у энантата либо цепианата. И самое главное, что в отличие от того же энантата и цепианата, у эндеканата нет вообще, в принципе, такого ярко выраженного пика. У него фон более-менее ровный. На протяжении вот этого вот периода поведения. Соответственно, за счет этого мы можем сделать, скажем так, максимально ровный фон приемом тестостерона эндеканата. Тестостерон эндеканат, наверное, больше всем знаменит под торговым названием НИБИДА. НИБИДА достаточно дорогое в любой стране мира. Относительно, скажем так, других аптечных видов тестостерона и относительно черного рынка. Если относительно других тестостеронов аптечных, это может быть раза в 2-3, то относительно черного рынка это дороже раз в 10. Соответственно, это, наверное, единственная причина, по которой мы не используем часто именно НИБИДА. Это его цена. Существуют аналоги с черного рынка, которые идут как бы аналогами НИБИДА. Это тестостерон эндеканат. И в отличие от тестостерона энантата и цепионата, эндеканат, во-первых, не делают все компании-производители. Он есть не у многих компаний. И, скажем так, у даже хороших компаний, у которых теоретически должно быть все хорошо, у них все равно есть определенные вопросы. В общем, выдает он не столько, сколько должен. И в этом есть проблема. Проблема подбора дозы. Поэтому иногда мы его используем и потом подбираем просто дозу. Это если человеку принципиально хочется колоть как можно реже. Если же человек готов колоть 2 раза в неделю, это для него не является какой-то существенной проблемой, то, соответственно, мы чаще используем цепионат и нантат. Из-за того, что это более, скажем так, проверенный эфир с точки зрения именно производителя фармакологии. У них более четкие значения выдаются. В общем, мы четко можем понять на какой день, какие у нас будут значения. С эндеканатом бывает такое, что колем уже очень много, а значения все равно почему-то очень низкие. Поэтому есть к этому, скажем так, вопросы. Относительно, скажем так, побочных эффектов, влияния на кровь и тому подобное, нам абсолютно не важно, какой это эфир тестостерона. Нам важна просто совокупная его доза. Поэтому влияние на организм, оно будет одинаковое как у длинного эфира, так и у короткого, если мы просто сделаем такую частоту инъекции, при котором у нас уровень тестостерона будет плюс-минус ровный и одинаковый. Поэтому колите вы, скажем так, 175 эндеканата или колите вы 175 пропионата, разбивая его на каждодневные условные инъекции, разницы особо не будет. Разница только в том, какое количество этого тестостерона вы колите. И побочные эффекты, соответственно, они будут дозозависимые относительно суммарной, скажем так, дозы тестостерона, а не того эфира, который вы ставите. Есть разные исследования, которые показывают, что может быть разница в, скажем так, потенциальных побочных эффектах. Но надо понимать, что всё это очень сильно отличается по дозе и частоте инъекций. Когда ставится, допустим, там, ундеканат и относительно инъекций, там, какого-нибудь пропионата, то надо понимать, что в ундеканате просто не будет такого огромного пика, как у пропионата. Поэтому какие-то потенциальные побочные эффекты могут связаны быть, наоборот, с вот этими пиками тестостерона. Не с самим эфиром, а именно с тем, как он делается. Поэтому если делать так, что будет одинаковый фон и там, и там, то разницы никакой не будет. А мы всегда к этому стремимся. Поэтому колите вы ундеканат раз в неделю или цепионат два раза в неделю, по сути, с точки зрения кризис-побочных эффектов, разницы не будет никакой. Рекомендовал ли бы я использовать ундеканат? Да. Самый идеальный вариант, конечно, когда вы идёте в аптеку, покупаете Нибида, там подбирается определённая схема и доза, выводится всё в ровный фон, вы колите его там раз в неделю. Иногда, те, кто очень сильно хотят пореже, мы иногда делаем даже раз в две недели, уже там через несколько месяцев ГЗТ. Это, скажем так, самый идеальный, простой вариант, но самый дорогой. Альтернатива этому всему это цепионат и нантат, инъекции два раза в неделю, подкожные. Это, скажем так, второй хороший вариант. Пропионат, ну, я очень долго на нём находился, но я находился на аптечном с подкожными инъекциями три раза в неделю. Ну, типа, можно, и там тоже фон ровный, но всё-таки хотелось бы, конечно, не колоться три раза в неделю. Три раза и два раза разница есть, ну, и два и один неделю тоже есть. Чем меньше вы колите тестостерона, тем в моей практике вы чаще соблюдаете нормальную дозу и нормальную частоту. И дольше находитесь на терапии. Потому что очень часто люди прекращают терапию по причине того, что им некомфортно, им сложно таскать препараты, колоться и всё остальное. Поэтому, как бы, иногда мы идём чуть-чуть в ущерб, скажем так, эффективности, но очень сильно, скажем так, в сторону удобства. И за счёт этого, как бы, люди продолжают принимать чётко по графику, как бы, препараты. Я даже скажу по себе, что, когда инъекции идут два раза в неделю, я колол одно время раз в три дня, это просто геморрой. Путаешься очень сильно, поэтому я перешёл просто на конкретные дни, типа, там, понедельник-четверг. Не раз в три дня колоть амнодрен, а там, понедельник-четверг. Это проще с точки зрения того, что ты понимаешь, когда тебе конкретно колоть, ты привыкаешь и в одни дни колешь. Раз в три дня, это каждый раз в новый день, это, скажем так, не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, лучше раз в три дня, к примеру, и с точки зрения, там, приёма литрозола и всё остальное. Но по факту, для того, чтобы я не ошибался, не пропускал, не забывал делать инъекцию, я просто колю в одинаковые дни. Вот такой вот пример. Вопрос второй. Есть ли у вашей практики люди, которые уже долго, долгое время сидят на ГЗТ? Я занимался, я занимаюсь профессиональным спортом, пауэрлифтингом, не натурально. Сейчас буду переходить в бодибилдинг. Я не вижу никакого смысла делать ПКТ. Может быть, слезу с препарата, но только для зачатия. А так, это будут мосты на ГЗТ-шных дозировках. Так, вопрос, наверное, состоит в другом. Возможно ли всю жизнь контролировать это всё и не иметь побочных эффектов, которые могут привести к летальному исходу? Интересно услышать ваше мнение касательно продолжительности жизни. Значит, я вам отвечу так, что изначально, когда мы используем что-то и в каких-то дозах, то мы должны понимать, мы это делаем ради здоровья, ради продолжительности жизни, или мы это делаем ради спортивных результатов и осознаём, что всё это идёт в определённый ущерб организму. Мы понимаем, для чего, на какие функции это будет негативно влиять, на какие органы, и по максимуму стараемся всё это контролировать. Но, во-первых, мы не можем проконтролировать абсолютно всё. Во-вторых, мы не можем в некоторых случаях понять, что вред, как бы, сегодня его нету, а завтра он появится, и нам уже надо что-то делать для профилактики. Поэтому, если вы изначально используете гормональные препараты в дозах больше, чем физиологически вам в это необходимость, и вы используете его как допинг, то вы должны осознавать, что ни о каком здоровье, продолжительности жизни и качестве жизни речь не идёт. Речь идёт о соревнованиях, победах, результатах и тому подобное. Всё это будет в любом случае в ущерб здоровью и тому подобное. Чем больше денег вы будете в себя вкладывать на обследования, на анализы, на хорошие препараты для контроля всех этих побочных эффектов, тем больше шанс того, что у вас будет меньше побочных эффектов. Но, соответственно, в любом случае они будут в большем степени, чем если вы будете колоть тот же тестостерон в нормальной физиологической доте. Если у вас уровень тестостерона будет там оставаться на значениях 30, то, конечно, это будет намного лучше для вашего организма, чем он будет находиться в уровне даже 80-100. Если мы говорим про курсы в подготовке, в профессиональном спорте, конечно, дозы там значительно выше, чем физиологически, иногда даже вплоть до 10 раз. Поэтому, конечно же, всё это будет во вред. И ни в коем случае не надо себя убеждать в том, что это всё будет хорошо. Хорошо будет вряд ли. Насколько будет плохо, это уже зависит от того, насколько вы предрасположены к этому всему, к потенциальным проблемам, и насколько вы всё это сможете вовремя проконтролировать. Потому что в лучшем случае это просто останется гипогонетизм, и вы продолжите сидеть на гормонозаместительной терапии, всё будет, в принципе, более-менее окей. В худших случаях это, конечно, существенные проблемы по липидному профилю, по давлению, потому что бодибилдинг – большая мышечная масса, априори это проблемы с давлением. Поэтому проблемы с давлением, проблемы с липидным профилем – это вот в будущем, в лет 60-70, скорее всего, вам скажется. Да, сейчас есть очень хорошие препараты, которые позволяют контролировать и давление, и позволяют контролировать, скажем так, липидный профиль, ну, типа, как инклисеран. Вы можете там его ставить, и всё будет окей. Но не каждый человек может себе позволить использовать эти препараты в связи с его ценой. Вот такая вот ситуация. Поэтому мой совет – максимально пытаться уследить за своим здоровьем и вовремя принимать препараты, которые нужны, вовремя делать мосты. В некоторых случаях, если уже ситуация критичная, скажем так, прекращать подготовку, отдыхать, восстанавливаться, выходить на следующую подготовку. Потому что, как бы, в спорте, вот такая частая проблема, мы иногда видим, как какой-то спортсмен, вот он прям травмируется на соревнованиях, а, скажем так, другие спортсмены, комментаторы, общество его поддерживают, говоря о том, что, ну, там, вот это характер, вот это он молодец. Ну, как бы, сегодня он молодец, а завтра его карьера закончится, понимаете? Может быть, иногда лучше сегодня не выйти, быть не молодцом, а выйти через полгода и выиграть без травм, как бы, поэтому не на характере строится результат, результат строится на уму. Когда вы понимаете, что вы делаете, план чётко у вас есть, вы его соблюдаете, это крайне сложно делать при огромных дозах препаратов, потому что не всегда голова работает, как бы, в сторону здравого мышления, потому что это всё очень сильно влияет на эмоциональный фон. И чаще, как бы, спортсмены руководствуются эмоциями, чем здравым смыслом, но всё же надо стараться это делать. Поэтому могу пожелать удачи и порекомендовать среди дзестеровья. Вопрос следующий. Как временно лечить первичный гипогонадизм у ребят 23-30 лет ради сперматозоидов? Могут ли они иметь вообще детей? Дай, пожалуйста, направление, уже устали, кололи что угодно, но не получается. Значит, у меня ещё не вышло видео, но в ближайшее время, это типа в ближайшие какое-то несколько месяцев, скорее всего оно выйдет. Значит, это видео о гипогонадизме, о первичном, о вторичном, о дефицитах тестостерона и тому подобное. Так вот, какие бывают виды первичного гипогонадизма, чтобы вы просто понимали, и это практически будет ответом на вопрос. В общем, существует три генетических заболевания, которые могут приводить к тому, что идёт нарушение хромосом и формирование эпителия яичек, там идёт атрофия эпителия яичек. В данном случае ничего вам не поможет, человек стерилен, там надо колоть ГЗТ, детей у него не будет. Существует также первичный гипогонадизм, это приобретённые патологии, это, допустим, там варикоцели, ранняя кастрация, заворот гонат, опухоли половых желёз и тому подобное. В общем, там иногда бывает ситуация, что человек не стерилен. Если он не стерилен, но спермограмма очень плохая, в таком случае, как правило, хорионический гиантропин или рекомбинантный ЛГФСГ могут помочь улучшить сперматогенез до того уровня, что можно будет сделать естественным путём зачатия или как минимум хотя бы сделать эко. И плюс есть ещё тоже анатомические патологии при развитии половых желёз. Это может быть крипторхизм, монархизм, это когда одно яичко, патологии семенных канальцев. В общем, как бы первичный гипогенадизм это ситуация достаточно сложная. И надо как бы отличить, во-первых, есть ли там именно первичный гипогенадизм или там всё-таки какой-то значит дефицит тестостерона, первичный либо смешанный. И в зависимости от того, какая там изначальная спермограмма, то можно будет понимать, есть ли смысл вообще всем этим заниматься и могут ли быть у человека как бы потомства. Или нет. Если нет, то ничего здесь не поможет. Если может, тогда чаще всего схема лечения именно с гормональной системой, это вот рекомбинантный ЛГФСГ и хоренический гиантропин. Если помогает, тогда занимайтесь либо естественным путём, либо эко. Если не поможет, то как бы не поможет. Нормальный доктор, там уролог-эндокринолог либо репродуктолог-эндокринолог, он должен поставить чёткий диагноз и сказать, возможно ли там, скажем так, сделать зачатие. Или там вообще его сделать невозможно. Второй вопрос примерно на такую же тему. Значит, Здравствуйте, Антон. Недавно смотрел ролики врача. Тот рассказывал, что они колят сустанон раз в 21 день для стимуляции пубертата эндокринной системы подростков. Что скажете насчёт этого? Я скажу о том, что мы этим занимались с подростками, у тех, у которых есть как бы первичный дефицит и вторичный дефицит. В общем, когда мы понимаем, что там в 15-16 лет уровень тестостерона у подростка очень низкий, мы определяем какой там уровень ЛГ, уровень тестостерона и выбираем по какому пути нам идти. Либо делать условно как гормонозаместительную терапию, либо это делать как терапию по повышению тестостерона кламифена. Если дефицит тестостерона у подростка больше, именно вторичный, мы просто добавляем какие-то супермаленькие дозы кламифена. Иногда такое бывает, что пьют четвертинку раз в 5 дней. И это может повысить ЛГ и повысить тестостерон до нормы. И надо будет попить, скажем так, ближайшие лет там 5. Для того, чтобы полностью сформировалась эндокринная система. Для того, чтобы организм сформировался нормально. Дальше уже надо будет отменять и смотреть, какой будет уровень тестостерона, как человек себя будет чувствовать. В общем, думать, чем дальше заниматься. Но для того, чтобы хотя бы сформировался организм, однозначно это делать нужно. При первичных дефицитах, вот как раз в прошлом вопросе отвечал, какие они бывают. Бывают случаи, когда мы понимаем, что в 15 лет просто ставится диагноз, что это первичный гипогонодизм, до этого тестостерон низкий. И как бы сильных отличий между здоровым подростком и подростком с гипогонодизмом особо нет, потому что что у первого, что у второго тестостерона практически нет. Но, когда тестостерон начинает повышаться, то у подростков с первичным гипогонодизмом это начинает быть заметно, как по, скажем так, психологическому поведению, так и по внешнему виду. И чаще всего именно в этом возрасте определяется первичный гипогонодизм. Что с этим всем делать? Ну, в зависимости от какого там синдрома, от какого там нарушения, чаще всего это начинается гормонозаместительная терапия. Если он уже не сможет как бы иметь детей, если это те заболевания, при которых он стерилен, там вообще никаких проблем нет. Вот начинает он ГЗТ и колет его до конца жизни, потому что других вариантов для того, чтобы он нормально себя чувствовал, у него уже явно нет. Поэтому там начинается ГЗТ и всё. Схема с стимуляцией как бы пубертата, тестостерона, ну, я не уверен, что всё это очень хорошо сработает, потому что, ну, поколят они ему до того момента, пока он не сформируется. Как только они ему перестанут колоть, даже если подождать, эндокринная система сформируется, точнее восстановится, ну, если у него дефицит этот изначально был, так вот у него дефицит и останется. Поэтому вот он в 20 лет закончит колоть, условно там с 15 до 20 свой тестостерон, у него там через годик восстановится ЛГЭ, восстановится тестостерон, он у него будет там 10 наномоль, даже в лучшем случае. Ну, как бы жить в 20 лет с 10 наномолями, после того, как ты слез с ГЗТ, который ты 5 лет делал, явно не будет очень сильно хотеться. 20 лет – это ещё такой возраст, когда, ну, не всё так хорошо осознаётся и понимается, как большинство моих зрителей, которым за 40. Там уже, конечно, есть опыт, понимание того, как было хорошо, как было плохо, понимание того, что они хотят в жизни, что им дальше делать и чёткое понимание причинно-следственных связей, что вот он сегодня плохо выспался, плохо себя чувствует. У него низкий тестостерон, он его поднял, он себя хорошо чувствует. В 20 лет это не всё так хорошо осознаётся, и поэтому иногда бывает, что подростка, это уже не подросток, но взрослого, молодого человека, с гормонозаместительной терапией переводят на её отсутствие, но психологически он к этому всему ещё не готов, и там будут определённые психологические проблемы из-за катастрофически низкого тестостерона. И не до конца он может себе сам поставить диагноз, пойти найти доктора, проконсультироваться с несколькими докторами и тому подобное. Поэтому это такая, скажем так, достаточно существенная проблема, с которой нужно работать, и надо понимать, что их вылечить нельзя, с ними надо всё равно заниматься дальше. Это вот очень важно. Значит, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что после приёма кламмифена для повышения тестостерона собственный уровень тестостерона уже прежним не будет. После кламмифена только ГЗТ. Есть исследование большое, на которое очень часто ссылаюсь, это мета-анализ, в котором было проанализировано там 4 тысячи человек. И после отмены приёма средний уровень тестостерона у всех был выше на 10%. Поэтому, во-первых, надо понимать, что если человек начинает принимать кламмифен, то, скорее всего, у него уже есть какая-то проблема. Это значит, что без кламмифена ему, скорее всего, уже и так будет плохо. Типа, если у вас 12 наномоль, вы пьёте кламмифен, у вас 20 наномоль, ну, то, соответственно, когда вы его отмените, вы вернёте к своим 12. Где-то нет смысла вообще отменять кламмифен. Это первое. Второй вопрос, сколько вы его принимали? Месяц или 15 лет? Типа, если вы принимали, начали принимать кламмифен в 30 лет с тестостероном 12 наномоль, то понятно, что в 40 лет, когда вы его отмените, будет ниже тестостерон. Не по причине приёма кламмифена, а по причине того, что вы на 10 лет стали старше, и вполне возможно, что там будет 6, 7, 8 наномоль. Это будет нормально, потому что в 30 уже было 12. Поэтому отменяется кламмифен и переходится на ГЗТ не потому, что после кламмифена нет дороги назад, а потому, что изначально этой дороги уже нет назад. Вы изначально начали принимать кламмифен, потому что уже было плохо. А переходится с кламмифена на ГЗТ обычно либо из-за того, что кламмифен не работает изначально, либо из-за того, что он уже не работает по прошествии какого-то времени. Либо потому, что банально хочется выше уровень тестостерона, чем может дать кламифен. Это основные причины, почему переходится на ГЗТ. Не потому, что после кламифена вы отменили, и у вас перестала работать эндокринная система. Вопрос следующий. Антон, здравствуйте. Можно узнать про гематокриты слив крови? В общем, пошёл я донором крови сливать, а мне врач заявил, что кровь у меня не возьмут. Резус 1+. Только плазму. Стоит ли сдавать плазму, не будет ли только хуже влиять это на сгущение крови? Значит, есть три процедуры, связанные с кровью. Это флеботомия. Это когда у вас сливают кровь. Сдача крови донорам является флеботомией. Вы слили кровь свою с организма. Иногда после флеботомии идёт замещение физраствором. И в таком случае, ну типа, это как бы альтернатива того, чтобы быстро не начинался ретро-ПС по принципу отрицательной обратной связи из-за сильной кровопотери. Работает лучше, чем не делать физраствор, но хуже, чем ретроцитофорез. Две медицинские остальные процедуры. Это ретроцита ФРС и плазма ФРС. В чём разница? Разница в том, что у вас берут кровь и засовывают её в центрифугу, в которой отделяются ретроциты от плазмы крови. И потом, если вам возвращают плазму крови, тогда это называется ретроцита ФРС, потому что как бы выкинули ретроциты. А если вам взяли ретроциты, разбавили физраствором и вернули обратно, это называется плазма ФРС, потому что выкинули плазму. Вот в этом и основная разница всех этих процедур. У нас при повышенном количестве гематокрита проблема в повышенном количестве ретроцитового гемоглобина. Поэтому нам надо избавиться от ретроцитового гемоглобина. Поэтому нам подходит либо флеботомия, либо ретроцита ФРС. Плазма ФРС нам не подходит, потому что при правильном плазмоферезе у вас обратно вернут ретроциты, разбавленные физраствором. Соответственно, количество ретроцита у вас в крови не поменяется, только изменится количество плазмы, ее станет меньше, но ее заместят физраствором, поэтому по сути ее значение особое не изменится. Ну, теоретически она там будет более качественной, скажем так. Но в нашем случае это абсолютно бесполезная, бессмысленная процедура. Поэтому что нам необходимо убрать именно ретроциты. Поэтому если они у вас возьмут только плазму, но вы попросите, чтобы они не возвращали вам ретроциты, то по сути ваш плазмоферез превратится в флеботомию, и тогда эта процедура сработает. Вопрос следующий. Здравствуйте, Антон. Встречали ли вы в своей практике случаи, когда у людей с повышенной ароматизацией после снижения уровня эстрадиола до нормальных значений появляются боли в суставах? Мне 20 лет, у меня был тестостерон 13, эстрадиол 190. Скорее всего, пикамоль. Сейчас показатели 23, тестостерон при 100 эстрадиол. Всё супер, однако я стал чаще ощущать боли в локтях, плечах, поясницах, коленях. Возможно, это просто психосоматика из-за того, что стал слишком следить за этим. Значит, есть две причины, почему такое может происходить. Значит, первая причина – это действительно понижение уровня эстрадиола может приводить к ухудшению синтеза хрящевой ткани, костной ткани и начинать проявляться боли в суставно-связочном аппарате. Такое очень легко заметить на послекурсовой терапии, во-первых. Такое легко заметить на курсах при очень сильном снижении эстрадиола. И часто такое может быть у спортсменов, бодибилдеров на курсах, на подготовке под самый конец подготовки, когда они убирают сам тестостерон, эстрадиол там ноль. Поэтому действительно это работает. В каких случаях может быть при нормальном эстрадиоле такая проблема? Случай первый – это может быть тогда, когда очень высокий уровень ГСПГ, по сути, этот эстрадиол сильно связан. Это первое. Второе – это может быть связано с тем, что плохая чувствительность эстрогеновых рецепторов. Соответственно, чувствительность плохая. Эстрадиола вроде бы как нормально, но по факту его в два раза меньше, чем было. Соответственно, чувствительность плохая при этом 190 было окей, и не было никаких проблем. А вот 100 уже плохо. Такое редко, но тоже иногда мы можем встречать. Не связанные с эстрадиолом проблемы чаще всего кроются в том, что при повышении тестостерона вы начинаете себя иногда значительно лучше чувствовать. Вот прям настолько значительно лучше, что вы начинаете просто банально тяжелее тренироваться. Типа вы там легко себе ходили и тренировались, здесь вы восстанавливаетесь, у вас все хорошо, вы там заряженные. Но сил у вас больше быстро, а ни мышцы, ни, скажем так, сухожилия к этому не готовы. И даже если тестостерон может быстро улучшить, увеличить силу мышц, сухожилий, как бы крепость, он не улучшит. И поэтому бывает такое, что вы просто банально начали добавлять на тренировки, и за счет этого у вас начались какие-то определенные проблемы. Такое чаще бывает именно на самом курсе фармакологии, но и на терапиях по повышению тестостерона такое тоже иногда встречается. Поэтому можно посмотреть, какой уровень ГСПГ, можно посмотреть, какая чувствительность эстрогенового рецептора. Относительно этого можно будет понимать, на каком уровне держать эстрадиол. И плюс грамотно подбирать нагрузку, не делать те упражнения, при которых может быть уже боль. И в целом при тех, у которых боли нету, делать все это аккуратно, подконтрольно в ближайшее время, для того, чтобы организм, сухожилия укрепились, подготовились к тому, что у вас более сильные мышцы. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют личные консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.